С каждым осторожным движением археологов границы между прошлым и настоящим стираются все больше. Раскопки, связанные с заменой коммуникации, привели к исторической находке. Сейчас здесь действительно происходит историческая сенсация. По предварительным данным найдены остатки склепов, шахабаловых. Это одни из самых известных меценатов в истории города. После того, как останки археологи достают из захоронений, их отдают на рассмотрение антропологов, и после этого уже устраивают перезахоронения на городских кладбищах. Семейство шахабаловых считалось одним из самых богатых и влиятельных в Самаре в конце 19-го – начале 20-го века. У семьи было три дома. Знаменитое здание с атлантами также находилось в собственности купцов шахабаловых. Особое внимание семья уделяла благотворительности. Благодаря их финансированию началось строительство Покровского собора, вблизи которого от Льва Толстого до переулка Тургенева и от Арцебушевской до Ленинской в то время находилось кладбище. Захоронения проводились в том числе вдоль улицы Братьев Корыстылевых. С начала 90-х в Самаре начались археологические раскопки, где периодически находили десятки, а то и сотни скелетов. Место позади лотаря Покровского собора считалось почетным, и судя по историческим кадрам, именно там находились склепы семьи шахабаловых. Если брать фотографии 1928 года, когда проводилось продление улицы Братьев Корыстылева, то мы видим на фотографии среди деревьев, как раз в то время еще сохранившиеся памятнички, которые были установлены над склепами купцов шахабаловых. Вот как раз-таки Покровский, да, на фотографии мы видим? Вот как раз алтарная часть, и вот как бы немного правее от алтарной части, среди деревьев, вон там виден шахабаловский склеп. То есть вот как раз примерно вот так они... Вот так вот выглядел участок со склепами шахабаловых. А вот это вот примерно место, где сейчас проходят раскопки? Да, примерно, да. То есть получается как раз это... Изначально вот фотография, видно, что улица как бы обходила, то есть изначально делали, но потом, видимо, ее спрямили, и, в общем, склепы все вот эти снесли. То есть снесли надземную часть, а вот сами склепы, своды, они просто, видимо, под действием строительной техники, вот и транспорта, они провалились. Археологам удалось обнаружить пять склепов. Места захоронения сильно повреждены. Это историки связывают со строительством здесь дороги. Ученые предполагают, что ранее склепы уже были найдены, потому как самый первый склеп, который им удалось открыть, оказался полностью разграбленным. У остальных своды уже пробиты, то есть они засыпаны землей. В одном из склепов было обнаружено пять захоронений, пять гробов, из которых два захоронения принадлежали детям, и три захоронения принадлежали взрослым. В захоронениях, со слов археологов, сохранились части материи простыни, в которую были завернуты шахабаловы. Раскопки продолжатся до конца ноября. Еще больше исторических открытий ученые рассчитывают получить, когда дойдут до мест массовых захоронений вблизи стадиона «Динамо». Мария Левина, Николай Сидоров, События.